Я не знаю, насколько вам известен этот преподобный отец Агапин Печерский. Это один из святых, которые были учениками великого Антония Печерского, разначальника монашеской жизни на Руси. Если вы слышали канон, мы читали сегодня частично, то его отличительной чертой жизни было, что он никогда не выходил за ворота монастыря. И в нем проявилось чудотворение в исцелении болезней. О нем известно было и в предкняжеском дворе, и князь его звал к себе целить себя. Но Агапин ему отказал, говоря, что если я к тебе приду, то я к другим должен буду ходить, потому что ты такой же человек. А если я начну к людям ходить, то какой я буду монах? И так он говорит, поешь то, что тебе пришли. И он присылал ему некое варево, такое из травы, зелье такое вареное. И этой травой он исцелял людей. Очевидно, он прятал свою молитву с этой травой. Там не столько трава была, очевидно, чудесная, сколько, видимо, человек молился Богу о спасении душ и телес различного рода людей разного состояния. Вообще, Печерская Лавра, братья и сестры, там в эти первые ранние годы, в первое столетие ее истории, там было много людей, которые, очевидно, властвовали над смертью. Самый главный враг наш – это смерть. И нам придется с вами умирать когда-нибудь. Это будет очень трепетный день. И все остальное мы переживем, я вам скажу. Все остальное более-менее можно пережить. А вот со смертью тяжелее всего разобраться. Почему и вера наша пасхальная, воскресная, воскресенская, так сказать, мы воскресение Христово чтим более всего остального. Потому что последний враг, как Павел говорит, называет смерть последним врагом. Люди могут побороть голод, люди могут побороть какие-то там всякие сложности. Видите, люди научились летать, плавать, разговаривать на расстоянии при помощи тела. Люди очень умные вообще существа. Господь дал нам такой ум могучий, что люди этим умом могут всякую беду победить, а смерть не могут. Смерть косит и богатых, и бедных, и красивых, и некрасивых, и бездетных, и благодетных, и черных, и белых, и желтых, и мужчин, и женщин, и стариков, и детей. На кого хочет, того косит. И мы не можем с ней разобраться. И вот для того, чтобы с ней разобраться, нам нужен Господь. И самое важное вообще, это, конечно, не бояться смерти. Самое важное. Жить так, чтобы не бояться умереть. Это самая великая задача человеческая. Все мы были на похоронах. Все видели, как покойников в землю опускают. Хотя бы раз в жизни. И все слышали, как в это время рыдают сродники и ближние человека. Как у них разрывается сердце, они падают в обморок. И когда опускаются в эту раскрытую пасть земли, человеческое тело в гробу, в дерево одетое. И так каждый раз думаешь, как же надо жить, чтобы не бояться этого всего. Какую нужно иметь душу чистую, чтобы и умереть без страха, и чтобы те, кто будет плакать за тобой, чтобы они не рыдали, потому что не знали, что пошел в рай человек. Нет сомнения, что он в рай пошел. И вот в первые годы бытия Лавры Печерской, там было много монахов, которые настолько жили чистой жизнью, настолько к Богу прилепились, что их боялась смерть. Я сейчас про Агапита в конце скажу, а вот скажу вам раньше, например, был такой Марк Гробокопатель. Он выкапывал гробы для монахов. А гробы копались так в пещерах, такие галереи, пещеры, и так вот прям сбоку, справа, слева. Выкапывались заранее могилы. Монахи все видели свою могилу, знали, где они будут лежать. И вот он выкапывал гробы для этих монахов печерских. И однажды случилось так, что он один был уже больной совсем человек, и он выкопал ему могилу, думали, что он умрет. А умер раньше у него другой. И положили, значит, то мертвого на ранее выкопанную могилу для другого приготовленного. И тут начал роптать, который себе приготовил это место. И говорит, слушай, я здесь должен лежать, что ты положил другого человека здесь? И Марк подошел к этому покойнику и говорит, слушай, брат, тут такая неувязка вышла. Ты лег, короче, я тебя положил на место, на котором должен другой лежать. Ты будь добрым, ты переляешь на другое место. И он встал, пошел в другое место. Вот, значит, или у него окна, на другое у него могилу. Вот так вот и был армянин, врач. Имел такую науку, такой грамотный такой был человек, что он на глаз смотрел человеческий и говорил, сколько дней человеку осталось жить больного. То есть не нужно им было там, не знаю, ни мочу, там, ни какой-то другой анализ, там, значит, такой, ни слюну, там, ни язык показывать. Так он брал только глаз, смотрел, и говорит, ай, брат, тебе осталось там 5 дней, например. И не ошибался никогда. И когда Агапит был сильно больной уже перед смертью, значит, он пришел к нему, говорит, а, все, пару дней, назвал ему дату. А Агапит говорит ему, а если я проживу больше? А если ты проживешь больше, то я буду монах, как ты. И Агапит начал молиться Богу о том, чтобы этот человек, значит, посрамился в свое, ну, не ради того, чтобы его посрамить, ради того, чтобы он исполнил то, что он обещал. И действительно время прошло, он живет, Агапит. Он вымолил себе еще продление жизни. И армянин говорит, ну, все, значит, я еще ни разу не ошибался, говорит, и на тебе я не должен был ошибиться. Значит, видимо, вот, значит, Господь с тобой, как бы, и он. И Агапит умер, а армянин остался в монастыре и принял пострижение, и там остался монах. То есть эти люди, видите, они как-то со смертью, они очень так были в особых отношениях. То есть они не так боялись ее, как мы. Даже бывают, знаете, такие монахи, там, допустим, там, какой-то старец болеет, например, это уже даже в наши времена такие случаи описываются. Какой-то старец болеет, приходит к нему послушник какой-нибудь, говорит, батюшка, благослови, я вместо тебя умру. Тут еще ты многим нужен, как бы, ты еще поживи, как бы, значит, это люди, где, помоги людям, там, спасаться, там, вразумлять, там, научно, вот, можно я умру вместо тебя? Ну, умирай, хорошо, Бог будет сладко. Вместо меня умри, хорошо, взял, пошел, умер. Ну, это такое, прям сейчас, сейчас, и сегодня такое есть в монастырях. Серьезно вам говорю? То есть это и в книжках пишется, и сегодня есть. Говорит, а можно вместо тебя умереть? Можно, умри. Или ты, говорит, нет, лучше я пока, подожди, ты поживи еще, мне уже пора. То есть они со смертью как бы общаются, как-то так совершенно по-другому. То есть нет такого трепета, какого-то страха такого этого. Знаете, когда вот страшно человеку, когда у него зубы стучат там, он потом покрывается, он весь дрожит, мелкой дрожью, вообще, ну, страшно, животный ужас такой. Знаете, смерть, когда приближается к человеку, человек попадает в панику, ну, очень страшно. Это реально страшно. Даже святым людям иногда бывает страшно. Богородица, когда умирала, она просила, чтобы сын ее забрал, чтобы кто-нибудь там, что даже ангела не посылать никакого, что сам приди за мной, чтобы Иисус Христос, чтобы сын ее пришел за ней, чтобы взял ее душу, потому что она была в трепете. Потому что трепетная смерть, это очень трепетная вещь. И вот в Лавре Печерской, в первые эти годы, первые десятилетия этой жизни лаврской, когда они все там под землей, как жили, повырывали себе норы в эти норы, позалазили, и там с Богом разговаривали всю жизнь. Я неоднократно говорил людям, и вам скажу, что тюремная камера любая, по сравнению с теми пещерами, в которой жили монахи, это отель Хилтон пятизвездочный. Понимаете? Потому что в любой тюремной камере есть батарея, трехразовое питание, телевизор, койка какая-то, значит, там, кружка, лавка, перемена одежды, какие-то тапки и так далее, и тому подобное. А они залазили в какие-то такие тесные пещеры, и там как кроты без света солнечного, без еды, без питья, не разогнуться, не лечь, не ноги вытянуть. И там они проводили многие-многие годы. Некоторые десятилетиями там жили. Как они там молились? Попробуй помолиться, например, час, не развлекаясь. Ну, чтобы ум не бегал. Час. Ладно, полчаса. Я уже не говорю два часа, три часа, семь часов, десять часов, двадцать часов. А ну-ка, помолись. Да тебя увезут в больницу через полдня. Ты начнешь по стенкам бегать. Мы же слабые люди, у нас же нет веры, у нас нет молитв, у нас ничего нет. Мы какие-то эти самые коллеги, какие-то, рахиты духовные. А люди там молились, не развлекаясь, годами, годами. Слышите, вообще, я непонятно совершенно. Туристы приходят, говорят, а где здесь душ? Какой душ? А где здесь, там что там еще такое? Да там ничего нету. Там просто пещера. Пещера, и там человек залез в эту пещеру. Там холод, голод. Они все ревматоидные, у них все там покрученные ручки-ножки, потому что там они в этих холодах сидели, у них кости перекручены ревматизмом. А они там жили по десять лет, по двадцать лет, слышите? То есть зачем они это делали, спрашивают, а зачем они это делали? Что Бог приказал им такое делать? Вообще в Евангелии написано, что на пещеру залезть. Нет, вроде бы нет. А зачем? Вот они пошли, как бы, таким тесным путем. Тесным путем пошли в царство Божие. И они уже смерти не боялись. Для них смерть была такой-то такой, а что там такое? Как к Богу пойти? Для них, наверное, они ждали эту смерть. Просили, чтобы она быстрее пришла. Она приходила, еще стояла рядом, как слуга, ждала разрешения и зайти в келью. Понимаете? Вот такие вот были преподобные отцы. Там и Агапит, и Дамиан, Пимен, и Варлаан, и Прохор. И многие-многие такие. Если мысленно по этим пещерам пройтись, там такие чудеса. Слушайте, там, допустим, Прохор Лободник такой был. Он никогда не ел хлеба. Какую-то траву, лебеду, Лободник называли. Лобода, лебеда, такая какая-то трава. Он эту траву себе брал, сушил ее, тер ее в муку. С этой муки лепил себе какие-то хлебы и ел их. И если он их кому-то дарил, то они были вкусные, как лепешка с мемом. А если кто-нибудь у него украл, эту лебеду, то она была противной, что есть было нельзя. Ну вот горькая трава, сделайте с нее муку и сделайте лепешку. Будете вы это есть? Никогда в жизни. Не будете этого есть. А он этим пытался всю жизнь. Лободник называется. Прохор Лободник. И говорил, не бойтесь голода, говорил. Если человек имеет Духа Святого, то он кусочек земли скатает в шарик, перекрестит, съест и будет сыт. Если Бог с вами, то вообще ничего не бойтесь. Такой был такой Прохор. И другие там были всякие, допустим, Иоанн Многострадальный. К нему блуд прицепился, такой блуд прицепился, что он не мог на лицо людям смотреть. Если бы он видел лицо человеческое, женщины, мужчины, старика, младенца, кого хочешь. У него такой пожар внутри разгорался. У него такие фантазии начинались. Тогда еще не было порнографии, эротических фильмов, всего этого, индустрии блуда. Ну, блуд был как блуд. Как всегда блуд есть. А индустрии блуда не было. А у него такие мультики были, что это самое, в голове, что он не знал, куда бежать. И он для того, чтобы это перестало все его мучить, он в пещеру залазил, по грудь закапывался. Прямо голым раздевался, выкапывал яму. И по плечи по грудь закапывался в землю на много дней. И даже в этой пещере в темноте, в этой земле закопанной, и ту блуд его не оставлял. И там в конце концов он победил эту беду. Христос ему явился, утешил его душу. Он одержал победу над этим грехом. И там лежат его мощи, к нему все идут, кого блуд мучит. Кого там мучит другое, что это беда, к этому идут. Там под землей лежат врачи на всякую болезнь. От сребролюбия мучится человек. Любит деньги, без денег жить не может. Только про деньги думает, значит, понимает, что это беда. Там есть такие, Федор и Василий, такие два монаха, такие помогают против сребролюбия. Мучит человека какое-то обжорство, значит, там он такой. Там какой-то бес напал на человека. Там Захарий, апостник там есть. Там или Зенон, там или другие. То есть там под землей врачи лежат. Врачи на всякую болезнь. Ну и люди, конечно, некоторые знают это, некоторые не знают. Но ходят. Ходят постоянно, ходят. Некоторые просто посмотреть. Так варежку раскроют, походят. Ого, интересно. А некоторые прямо знают кому. Знают, что болит. Знаю у меня, что болит. Я иду туда, значит, и там плачу. Там помогай, помогай. Преподобный отчий, помогай. Вот Агапит, один из таких древних отцов Печерских. Он весь нетленный. Тело его гниль не съело. Мало того, значит, когда в Чернобыльской обеда это случилось, там начали всякие там разные институты, всякие там это изучали. Конец советской власти уже был. Даже пробовали так. Брали убитые радиации зерна, пшеницы. Такие радиации просто уничтоженные. Обученные, то есть до смертного состояния, клали ему на тело Агапита. И эти зернышки оживали и прорастали. То есть он животворец такой. В нем Дух Святой. И Дух Святой, который в нем, он оживотворяет человека. Вот он такой. Это ученые записывали. Советские ученые. Они там в последние годы лазили по лавре. Все пытались понять, что же они не гниют, эти покойники. Что же они не тленные-то. Думают, может быть, какой-то микроклимат в пещерах какой-то. Начали замерять, там, пробы воздуха брать, там, пробы температуры, там, всякие измерять, там, что-то такое должно. Они выходят им в эту темную голову, что-то, ну, Бог так дал, ну, что ты хочешь, что ты там измеряешь. Измеряй, не измеряй, это Господь дал. Это от Бога чудо. И вот там возле Агапита они лазили. Там они его, значит, нашли на пальцах у него пыльцу целебных растений. Некоторые растения имели средиземноморское происхождение. То есть, очевидно, мы привозили какую-то целебные травы аж из-за моря. То есть, он действительно был травник, он травы лечил. Ну, и молился Богу. Вот видите, он настолько там лежит, и можно прям ручку ему поцеловать. Ручка такая теплая, такая живая. И на эту ручку клали эти убитые зерна, советские ученые. И они, представьте, насколько святой человек. Они прорастали на нем. Только оживали. То есть, вот такие вот святые отцы. Это начало монашества на Руси. Еще не было Сергия Радонежского. Еще до Серафима Саровского было вообще почти тысячи лет. А там в Киеве, значит, начали спасаться русские люди. Причем приходили с Новгорода, приходили с Курска, приходили там с разных краев Чернигово, со всей тогдашней Руси. Они туда стекались, залазили в эти пещеры. И там странной жизнью жили. Проводили какое-то такое непонятное, великое житие. А потом это очень скоро закончилось. То есть, уже примерно через сто лет, уже никто в пещерах не жил, уже ничего такого не было. Уже выходили на улицу, построили себе кельи на улице, храмы на улице. Уже жили наверху. А Лавра называлась Печерской по старой памяти от того, что первые монахи жили под землей. В пещерах. То есть, в пещерный монастырь. Причем пещеры эти выкопали разбойники. Там, если так себе представить, такой Днепр течет, широкий, красивый. В некоторых узких местах, где Днепр сужается, там разбойники натягивали цепи и не пускали корабли. Брали с них дань. Останавливали корабли, натягивали цепь такую, на лодках подплывали, грабили. Как самарийские пираты сегодня делают. Как в новостях показывают. Точно так же. И люди как бы расплачивались с ними. Там был по Днепру, шел путь из Варяга в Греки. То есть, можно было, я узнавал там, примерно, всего-навсего две недели занимал путь на корабле, например, из Чернигова в Константинополь. Тогда. Всего-навсего. Две недели. Самый тяжелый путь, это через пороги Днепровские перейти. Там уже было вытаскивать корабли на сушу, там, тащить их волоком, потом опять уже там на воду. А потом уже в море вышли, там уже там пару дней, там, в Константинополь. То есть, в принципе, довольно быстро. Некоторые купцы там по 20 раз за жизнь туда-сюда мотались. Из Киева в Константинополь, в Киев. И вот там были грабители, которые грабили суда. Суда ходили, как машины по шоссе. Туда-сюда корабли плавали. Грабили эти, значит, судно, эти торговые. А сокровища прятали в пещеры. Как Алибовая 40 разбойников. Точно так вот это было. В пещеры прятали сокровища. Там крутые такие берега. У Днепра там правый берег крутой, левый пологий, а правый крутой такой. И там на правом берегу Днепра они прятали, там находились какие-то ямы. И там прятали сокровища. И вот в этих разбойничьих пещерах начался Печерский монастырь. Антоний преподобный пришел туда, походил, походил, нашел себе какую-то пещеру. Вот он на правом берегу Днепра залез в нее и там себе стал жить. А к нему стали ученики приходить. И Агапин туда пришел к нему. И там потихоньку возник монастырь. Там, где раньше были пещеры разбойников. Или там, где был грех, воровство, грабеж, пьянство, веселье такое буйное. Там потом возник монастырь. Первый монастырь на Руси. Настоящий. Который до сих пор стоит. Это Лавра Печерская. Великое место. Если кто был, тот знает. Рассказывать даже не надо. Кто не был, тот может быть будет. Жизнь меняется. Иногда сейчас туда может быть тяжело поехать. Сейчас сами знаете, что творится. А в принципе время меняется. Господь Бог меняет времена. То есть никогда ничего не стоит на месте. Сейчас так, потом будет по-другому. Если случится вам поехать, то вот чтобы вы знали, это надо спустить сюда. Так вдохнуть носом этот воздух святости. Этот пещерный воздух, там где преподобные святые лежат. И там душа узнает, как хорошо с Богом, как хорошо со святыми. Ну и так вот смотрите, мы сейчас с вами тоже, как в пещере здесь. Мы на цокольном этаже, в небольшом храме. А за стеной шумит столица огромного государства. Машины ездят, люди ходят, магазины шумят, там тролевали, там летели. А мы здесь собрались, значит тоже самое такие, как отшельники такие. Сейчас выйдем отсюда, и вы опять попадете в город, опять попадете в цивилизацию эту всю. Но вы помните, что вы были на службе сегодня, что вы участниками божественной литургии. И уже сегодня считаете, что день прожит у вас не зря, потому что вы были на литургии. Если день прошел без молитвы, значит, то может быть он и зря прожил этот день. А сегодня у вас уже точно зачет. Сегодня вам зачет ставит Господь, потому что вы были на литургии сегодня. И так знаете, что вот суета суетится, жизнь шумит, значит, такой большой город шумит своими шумами. А жизнь стоит молитвой, на молитве жизнь стоит. Всегда кто-то молится. Мы закончили, в другом месте начали, значит, там закончили, в третьем месте начали. Вот мы сегодня совершили службу в День памяти преподобного богоносного Агапита Печерского. А также и Устина Философа, а также Иоанна Кронштадтского, День прославления сегодня. А также и Устина Сербского, и Устина Поповича Чилийского. То есть там про них и про каждого можно, конечно, долго рассказывать, потому что они очень интересные люди. Все святые, это очень интересные люди. Ну что ж, храни вас Бог, спасибо за молитвы. Кто болеет, да исцелится душа ваша и тело ваша молитвами Агапита преподобного. Целуйте крест.